Здравствуйте! Телекомпания «Город» представляет программу «Время говорить. Обзор сегодняшних рязанских событий». Коротко о том, что мы сейчас намерены обсудить. Сдаемся! Российские выпускники сегодня сдавали обязательный экзамен по русскому языку. А вот и мы, дорожные инспекторы, провели проверку вблизи Рязанского нефтезавода. Конец атамана наркоделец, снабжавший наш регион амфетаминами и гашишем, получил срок. А теперь подробности этих и других событий. Директор Федерального центра тестирования Сергей Пономаренко, сообщает агентство «Интерфакс», поведал журналистам, что количество выпускников, сдающих сегодня обязательный единый госэкзамен по русскому языку, сократилось в этом году на 14%. Также он отметил, что на русские вышло почти полторы тысячи федеральных общественных наблюдателей. А вот что сообщил глава Рособорнадзора Сергей Кравцов по поводу состоявшихся в понедельник экзаменов по литературе и географии. Экзамены, сказал чиновник, прошли в штатном режиме без технологических сбоев. В общей сложности на них было аннулировано 74 работы. Как оказалось, большинство выпускников попалось на использование мобильных телефонов. Это 61 человек, а 13 заклеймили позором за шпаргалки. О том, как сдавали русский язык в Рязани, разговор впереди. А вот что сказал накануне ЕГЭ Гелена Буняшина, возглавляющая региональное министерство образования. Большая просьба, что вы знаете, что в соответствии с правилами вы не имеете права пользоваться шпаргалками и телефонами. И хочу поблагодарить всех, кто сдавал географию и литературу. Никто не пользовался ни шпаргалкой, ни телефонами, поэтому никто не был удален. Я надеюсь, что все ребята подойдут к этому ответственно, и поэтому все сдадут экзамены. Но вот те требования, которые есть, и они всегда были, сегодня особенно, это важно, потому что все они знают, и видеокамеры у нас стоят во всех аудиториях. Вот поэтому, дорогие ребята, будьте дисциплинированными, покажите все свои знания, успехов вам и удачи. О первых минутах Рязанской сдачи великого и могучего в репортаже Глеба Галушкина. Одной из заметных особенностей ЕГЭ в этом году стал значительно усилившийся контроль за школьниками выпускных классов во время сдачи единого государственного экзамена. Во-первых, как и раньше, ребят приводят из других школ. Например, в 11-й школе, в которой работала наша съемочная группа, собрались выпускники из 10 различных образовательных учреждений города. Уже на ступеньках им объяснили, что телефоны и другие электронные устройства будут на время проведения экзамена изъяты. Далее в фойе школы у ребят проверили паспортные данные. Затем в коридоре выпускники проходят через установленную накануне рамку металлоискателя. И уже только после этого попадают в классы. Здесь сдающих экзамен ребят рассаживают по одному за парту. Но и это еще не все. Во время проведения единого государственного экзамена за всеми действиями школьников и учителей наблюдает видеокамера. Дети проходят двойной контроль. Это паспортный контроль и проходит контроль через металлодетектор. Это позволяет не допустить в пункт проведения экзамена детей с мобильными телефонами и с другими какими-то средствами электронно-вычислительной техники. Напомним, в этом году школьники будут сдавать ЕГЭ по 14 общообразовательным предметам. Напомним, экзаменационная работа по русскому языку состоит из трех частей. В первые 30 заданий надо выбрать правильный ответ. Далее еще 8 вопросов. Тут ответы формулируются самостоятельно. А третья часть задания – это сочинение. На все про все отводится 3,5 часа. Результаты ЕГЭ по русскому языку будут известны к 11 июня. Что уже касается участия в проведении экзамена независимых экспертов, как это принято на выборах, то идея пришлась по вкусу в Рособранадзоре. А что, пусть смотрят наблюдатели, решили чиновники. Хуже от этого не будет. Дальше больше. Возможно, и вузовские экзамены с этого года будут проходить при экспертах. В эксперименте уже согласились принять участие три государственных вуза. Возможно, впоследствии к ним присоединятся и другие альма-матер. Продолжаем научную тему. Сегодня в Рязани началась работа Всероссийского конкурса региональной и муниципальной информатизации «Проф.АйТи-2014». В финал вышли 43 конкурсных проекта, два из них от нашего региона. Рассказывает Оксана Тебенихина. В Рязани стартовал финал второго Всероссийского конкурса проектов региональной и муниципальной информатизации «Проф.АйТи». Впервые конкурс прошел в прошлом году в Республике Коми. На нем представляется широкий спектр проектов, которые уже действуют в других субъектах Российской Федерации. На конкурсе представлены региональные решения в самых социально значимых сферах госуправления. Опыт прошлого года показал, что очень многие регионы умеют наступить на горло собственной песни и не обязательно пытаться все сделать самостоятельно. Ведь плюс конкурса в том, что это решение уже работающее. Это не то, что только изобретено и должно быть где-то внедрено. А всегда можно поговорить и с разработчиками, и поговорить с теми, кто это использует, с органами власти. Для нас область важен с точки зрения понять, где мы находимся, и на какие педальки нажать, чтобы мы быстрее пошли по этой лестнице. Потому что общество, само того не зная во многом, хочет этого. Люди не знают, что компьютер, записаться в очередь, это многие не знают. Это очень удобно. Что заплатить коммунальные платежи через компьютер, это тоже очень удобно. Что поговорить по скайпу со своим близким родственникам, это тоже удобно. И многие люди этого пока не знают. И мы должны им показать это, а не дать возможности для того, чтобы они могли этим воспользоваться. Рязанская область стала победителем конкурсного отбора на право проводить финальный тур. Как отмечают организаторы, в настоящее время в регионе активно внедряются информационные технологии во всех сферах деятельности. В списке субъектов Российской Федерации Рязанская область стоит на первом месте по количеству заявленных работ. На проф.айти 2014 года было представлено 11 проектов. Один из них – стационарное обучение в школе детей с ограниченными физическими возможностями. Все-таки важно для тех детей, которые сидят дома дистанционно, проводят им образование, это и социализация, и возможность виртуально пойти в музей, и еще очень многое другое. Поэтому у нас главный социальный эффект. Сейчас у нас учатся дистанционно, полностью дистанционно, 180 учащихся, и работают примерно около 200 педагогов. Мы постарались сделать максимально, скажем так, с технической точки зрения, все, чтобы дать возможность работать и с системами документа оборота электронными, как квартирной электронной почты, чтобы дать возможность создать защищенные площадки для коммуникации, того, о чем сейчас говорила Ирина Ивановна, где дети могут общаться, делиться опытом, взаимодействовать, конкурировать даже между собой, то, что в классической педагогике является главной движущей силой в обучении. Эти же площадки используются и педагогами для обмена опыта и работы. Всего же было представлено 143 проекта из 51 региона страны. 12 номинаций, в каждой из них будет 3 победителя. Представители регионов нашей страны приехали на форум для того, чтобы перенять чужую практику. Ведь идеи конкурса помогут облегчить жизнь граждан. Их внедрение наверняка наладит прямой контакт между людьми и органами местного самоуправления, ускорит процесс предоставления различных услуг. Я думаю, поехать во Францию. А чем тебя привлекает Франция? Говорят, там очень красиво. Я там ни разу не был. А ты возьмешь с собой жена-робота? Обязательно. Ты молодец. Ты думаешь о семье. А ты планируешь детей? Я согласен. Ты планируешь детей? Конечно, скоро появятся маленькие роботы. В Рязани в новопоявившемся скверике, но в Введенке сегодня высаживали цветы. Прямо-таки пасторальные сюжеты, никак иначе. Напомним, местные жители опасались, что недавняя подозрительная активность строителей на углу Введенска и Горького может вылиться в очередную многоэтажку прямо под окнами соседей. А нет, все получилось как нельзя благороднее. В короткие сроки горожане волей городских властей обзавелись аккуратным сквером. Его судьба вершилась под объективами камер наших операторов, а потому высадку цветов мы не могли пропустить. Все-таки приятно, когда вместо 10-12-этажного монстра под окошком наблюдается трава муравада цветы. Буквально за месяц угол улиц Горького и Введенской вышел из образа местечкового захолустья. Теперь здесь на месте двух снесенных старых домов появился полноценный сквер. В конце апреля рабочие приступили к укладке тротуарной плитки, далее засели землю газонной травой, а в мае установили скамейки и фонари. На этой неделе работы по благоустройству сквера завершились посадкой молодых деревьев и кустарников. На площади чуть более 1000 метров была создана коллекция растений, тендер-коллекция. Было посажено 317 единиц зеленых насаждений, 18 видов, 10 деревьев и 8 видов кустарников. Также Ольга Свинцова добавила, что изюминкой этого сквера будут 4 декоративных яблони. Ведь неподалеку от этой зеленой зоны располагался дом, в котором некоторое время проживал известный советский биолог и селекционер Иван Мичурин. В сквере помимо яблонь посадили клёны, липу, березы, а также цветущие и пестролистные кустарники. Рязанские автоинспекторы сегодня наведывались к нефтезаводу. Ничего тут подозрительного, конечно, нет. Полицейские проверяли, как используется система слежения за машинами, перевозящими огнеопасные грузы. Рязанские полицейские в ходе рейда останавливали грузовые автомобили и проверяли, исправен ли тахограф. Тахограф, напомним, электронное устройство, предназначенное для контроля за соблюдением режима труда и отдыха водителя, скорости транспортного средства и его маршрута. Согласно нормам закона, эти приборы должны быть установлены в грузовых автомобилях, перевозящих в том числе и опасные материалы. Хочется напомнить, что с 1 апреля вступили в законную силу поправки в кодекс обыдно-посерктивных правонарушений, в соответствии с которыми предусмотрена ответственность для граждан в размере от 1 тысячи до 3 тысяч рублей, на должностных лиц от 5 до 10 тысяч рублей за управление транспортными средствами без тахографа. Кстати, с 1 июля тахографами должны быть оборудованы и междугородние пассажирские автобусы. Наркополицейские сообщили об удачном завершении дела о транзите в Рязань амфетамина и гашиша из Санкт-Петербурга. Занимался этим черным делом некто Евгений Левощук. И вот теперь наркоатаману пришел конец. В том смысле, что судебным решением у преступника отберут отныне несколько лет свободы. С подробностями Глеб Галушкин. Оперативники наркоконтроля вышли на след Левощука в процессе разработки групп избытчиков амфетамина и гашиша в Рязани. Как впоследствии выяснилось, эти незаконные вещества завозились в областной центр из северной столицы. В июне прошлого года Евгений Левощук вместе со своими друзьями приехал из Санкт-Петербурга в Рязань. Внешне компания напоминала туристов. Ничем они особенным не выделялись. В общем-то, из числа обычных граждан. И в планы поставщика, кроме передачи и обмена на деньги партии наркотиков, было приобретение дорогостоящей мототехники. И после того, как в одном из магазинов Рязани вся компания купила два мотоцикла, их задержали сотрудники наркополиции. Наркополицейские тогда изъяли более килограмма гашиш и полкило амфетамина. В итоге, Советский районный суд признал Евгения Левощука виновным в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. И назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы строгого режима. Это был последний материал сегодняшнего выпуска. Нашу информационную линейку продолжает программа подробности. Сегодня у нас в гостях руководитель информагентства «Медиа Рязани» Алексей Иванов. Проекту исполнилось пять лет для информиздания. Это немало в том смысле, что именно первые годы показывают, удержится оно или нет на информационном рынке. Агентство «Медиа Рязани» не только удержалось, но и завоевало аудиторию. Новость востребована и потому, как говорится, попутных вам ветров, коллеги. А у нас на сегодня все. До встречи завтра в эфире аналитического обзора «Уходящей недели». Удачи! Новость востребована и «Уходящей недели»